Я думаю, ни для кого не секрет, что сейчас игры это нечто большее, чем просто развлечение на пару вечеров. Это и высказывания, социально-политические и философские. Это красивые зарисовки, огромные авторские миры. Это искусство, в конце концов. Пожалуй, самое сложное из всех. И, наверное, чтобы это понять, нужно заглянуть за ширму известных игр и обратить внимание на малоизвестные, но идейные проекты. Сегодня речь пойдет об обскурных, сюрреалистичных играх. Что-то из списка покажется вам просто странным, что-то мерзким, а что-то вообще с трудом можно будет назвать игрой. Я изначально не хотел делать формат айсберга. И я попрошу вас воспринимать видео не как айсберг, а скорее как кучу микрообзоров на странные игры. Просто я думаю, что в формате айсберга это легче и бодрее смотрится. Для меня это отличная возможность высказаться по поводу тех проектов, о которых вы меня просили высказаться. В каждом тире я выделю наиболее интересные проекты и попытаюсь рассказать о них поподробнее. А что-то уж совсем известное, вроде Стэнли Перабелл, пройду стороной. В общем, сделаю упор на качество, а не на количество. Приступим. Сложно сказать что-то новое об этой игре. Потому что мне кажется, если вы интересуетесь подобными вещами, то знаете какой культовый статус она имеет. Будучи созданной на RPG-мейкере под влиянием обскурных японских игр, вроде какого-нибудь LSD Dream Emulator и Cosmology of Kyoto, о которых мы поговорим позже, она в свою очередь оказала влияние на другие проекты в своем жанре. Взять даже какой-нибудь Амори, также эксплуатирующий тему снов, как и Юминики, только дающий больше конкретики. Юминики не дает никаких вводных, никакого сюжета. Это просто какая-то солянка из символов авторских микромиров. Депрессивный симулятор ходьбы. У нас нет какой-то конкретной цели, мы просто гуляем по этим массивным, кажущимся безграничными абстракциям. Как я уже сказал, мы путешествуем по снам девочки по имени Модацуки. Кстати, название игры с японского так и переводится, дневник сновидений. Игра зацепила сообщество необычным визуалом, своей содержательной бессодержательностью. Я не знаю, как еще можно назвать старителлинг через сплошной символизм, подающийся расшифровке только через психоанализ. Ну, знаете, например, многие думают, что вот это фалсоподобное нечто символизирует мужской половой орган. И сами понимаете, какие теории на основе этого строились. Говорить о Юменики и разбирать на составные части каждый сон Модацуки можно очень долго. Но мои коллеги ютуберы сделали это за меня уже кучу раз. В общем, в Юменики поиграть определенно стоит. Не обязательно проходить ее до конца. Достаточно провести в ней хотя бы полчаса своего времени и проникнуться местной атмосферой. Даже после того, как я прошел множество подобных Юменики проектов, она все равно оставляет какое-то совершенно особенное впечатление. О ней я рассказывал в прошлом своем видео. Это то, с чего все началось. Если рассматривать инди-игры как обособленную культуру, то LSD Dream Umulator это как Малевич для современного искусства. Или как гражданская оборона для всех современных русских панкформаций. Это первая игра, которая перевела саму концепцию интерактивного развлечения в сферу позвольте искусства. LSD Dream Umulator больше арт-инсталляция. Музей сновидений Асаму Сата, создателя проекта, нежели чем игра. Название в целом говорит само за себя. Симулятор снов под веществами. Гуляйте по обскурным, сюрреалистичным мирам, иногда сталкиваясь за скриптованными ивентами. Постепенно визуал будет становиться все безумнее и несколько прочнее. Так что игра какой-то динамики не лишена. Хотя, казалось бы. И да, опять же, игра оказала огромное влияние и на крипипасты, и на инди-игры, в том числе на ранее упомянутые Юми Ники, и на кучу хорроров с PS1 эстетикой. Игра старая, была выпущена на первый PlayStation, и сейчас поиграть в неё довольно проблематично. Однако, на ИЧ лежит ремейк. Так что, если вам не хватает какого-то нарко-эзотерического опыта, добро пожаловать. Лично мне было сложно поверить в то, что эта игра была выпущена в 2005 году. Сейчас поймёте почему. Фасад это интерактивная драма, главной особенностью которой является продвинутый искусственный интеллект. Всё начинается с того, что вы приходите в гости к своим давним друзьям, женатой паре. Но непринуждённые встречи не выходят. В воздухе царит напряжение, и между этими двумя явно что-то не так. Дальше от вас требуется просто общаться с ними. Здесь нет каких-то заранее прописанных вариантов ответа. Вы всё вводите ручками, с клавиатуры, и можете написать в целом что угодно. На каждую вашу реплику последует своя уникальная реакция. Хотя, конечно, если вы впишете что-то из разряда Doom, Spotify, Last.FM, на вас просто посмотрят как на идиота. Впрочем, как в реальной жизни. На подобное и я отвечать не умеет. Но если вы будете писать комплименты парочке, они расплывутся в улыбке и ответят вам комплимент в ответ. А если ругаться, материть пару, то у вас просто выгонит игра закончится. Вообще, по структуре игра похожа на пьесу. Театральную интерактивную постановку. С каждым новым запуском развитие событий меняется. Постепенно фасад счастливой семьи рушится, и едва ли можно не заметить витающую в воздухе злобу. И как сложится судьба ваших друзей зависит только от вас. Встанете ли вы на чью-либо сторону, или попросите их открыться друг другу, или просто будете вести себя как полный мудак. Вообще, может показаться, что и Ио этой игры далеко не идеален. Это так. На рандомный бред персонажам ответить нечего. Все-таки никаких чат ГПТ в тот момент еще не существовало. Если вести себя по сценарию и пытаться решить проблему персонажей, они покажутся вам живыми. Думаю, о ней вы наслышаны не меньше, чем о каком-нибудь Юменике. Это ураганный, безумный, отвратительный, вырвиглазный, жестокий и мёрсив сим-шутер. Здесь ты можешь торговать органами на бирже, использовать толстую кишку, как Человек-паук использует паутину, потихоньку влюбляться и ненавидеть этот прекрасный визуал, стрелять, умирать, да и в целом умирать придется много. Игра сложная и вообще не интуитивная. Лично меня цепляет эстетика. Эстетика отвратительного. Игра не просто уродливая. Она будто бы не хочет, чтобы ты в неё играл. Даже просто найти кнопку запуска миссии в главном меню уже задача. С одной стороны, это искусственно созданное препятствие для игрока. Проверка на прочность. С другой, некоторая ирония над играми в целом. Короче говоря, сложность Cruelty Squad ощущается не как желание разработчика показать, как он умеет бесить игрока, а скорее как вполне логичное решение самой игры, обусловленное её самостью. Возможно, такое впечатление сложилось только у меня. Это сюрреалистичный РПГ в открытом мире. И в целом на этом описании игры можно-то и закончить. У неё есть пару интересных механик. Например, чтобы ударить противника, тебе нужно делать замах мышью. И ощущается это очень приятно. Да и визуал здесь в целом, хоть и кажется какой-то абстрактной кашей, довольно приятен глазу. О сюжете здесь особо говорить не приходится. Мы что-то вроде одинокого сумрая, попавшего в мир из сока. Под соком здесь подразумевается некая субстанция, из которой состоит всё мироздание. И наша цель, да чёрт его знает. Самый кайф этой игры в файтах, потому что всё движение игрока и противника завязано на рэгдолле. Так что устраивать эпичные баталии не просто эпично, но ещё и приятно. Советую уделить ей хотя бы один вечер. Вообще, игры на РПГ-мейкере часто заставляют испытывать игрока дискомфорт через повествование, либо через визуал, но не через геймплей. И Туалет в Андерленде одна из таких. Игра рассказывает о девочке по имени Мира, которая страдает запором. Благодаря её запору появился целый мир, населённый странными существами. Созданный её запор, мир хранит в себе много интересных историй, рассказчиками коих являются туалеты в стране чудес. Что это за истории? Кто эти существа? Что будет, если Мира излечится от запора? При всей своей трэшовости, здесь есть о чём поговорить. Думаю, я никого не удивлюсь и скажу, что это ирония над устоявшимися вехами героического жанра, с пресловутым архетипом избранного, типичного для игр на РПГ-мейкере. Но при этом Туалет в Андерленде не скатывается в маргинальный угар, хотя, казалось бы. Да и технически игра не выполнена, как какой-то низкопробный трэш. Тут неплохая музыка, интересно исследовать локации и окружение, так что в целом в этом можно поиграть. Это некогда популярный онлайн 3D-чат. Вся изюминка в том, что пользователям здесь была создана просто куча разнообразных миров, которые, конечно, уже навсегда заброшены. Вообще, вся эта тема с 3D-чатами уже обрела какую-никакую популярность на ютубе. Гулять по заброшенным картам и вокруг всего этого создавать ауру мистики, тайны и загадочности. Из-за устаревшего визуала, осознания того, что это все было сделано какими-то рандомными людьми, эти миры обретают какую-то человечность. Знаете, это как зайти на старый Майнкрафт-сервер, где вы когда-то давно играли с друзьями. Так или иначе, с World's Com связана одна небезызвестная страшилка. Видите ли, здесь довольно много странных миров. Кроваво-красные коридоры, скины сектантов, эзотерика, фотографии реальных людей, которые, кажется, все были чем-то связаны. Да, я говорю о закрытых культах в World's.com. Про это уже много кто рассказывал из крипи ютуберов. Но, если вкратце, существовали миры, наполненные сатанинской символикой, куда можно было попасть только по приглашению. И все игроки там ходили в стенах, собственно, сатанистов и устраивали какие-то непонятные ритуалы. Я склоняюсь к тому, что это все либо большая мистификация или АРГ, либо же действительно существовали небольшие группы людей со столь необычным интересом. Еще одна необычная JRPG с сюрреалистичным визуалом. Графика примечательна тем, что автор использовал технику коллажа. Как он сам выразился, я даю новую жизнь мертвым изображениям, вышедшим из срока годности без художественным иллюстрациям. В Мидденсе мы играем за кочевника, загадочного человека, который бежит из своего домашнего измерения, когда его родная культура погибает. Он пребывает в разлом. Это место представляет собой странный мир, где все ненужные части разных измерений были отправлены гнить. По этой причине это место выглядит так, будто разные вещи были в спешке слеплены вместе. В результате получается анархический мир, похожий на калаши из разных художественных стилей и существ. Хаотичная мишанина вещей, некоторые части словно взяты из классических картин. Другие напоминают спрайты из старых видеоигр. Также в игре присутствует система греха, проявляющаяся, если вы последуете совету этого разговаривающего револьвера, и устроите резню, которая повлияет на исход повествования. Игра заставляет чувствовать себя ответственность за принятые тобой действия. Каждое твое убийство спустя время может обернуться большой трагедией. У игры довольно нетипичное самоопределение. Это хоррор-платформер, довольно необычное сочетание жанров. Хотя игра не то чтобы страшная, она скорее просто использует некоторые элементы хоррора. В плане визуала игра явно делает отсылки на эзотерику и оккультизм, и делает это довольно толково. Количество провокационных образов порой зашкаливает. Как к этому относиться решайте сами. Пожалуй, один из самых лучших квестов и одна из самых серьезных игр, существующих вообще. Будучи основанной на одноименном рассказе Харлона Эллисона, повествование раскрывает этические дилеммы, связанные с проблемами сумасшествия, эгоизма, сексуального насилия, геноцида и так далее. I Have No Mouth крайне жестоко. Содержит в себе множество шокирующих сцен, изображение крови и человеческих органов, грубую лексику. Что в целом на сегодняшний день особо-то и удивляет, но на момент выхода в 1995 году она, конечно, произвела впечатление на критиков и цензоров. Это серьезное произведение, поднимающее серьезные темы. И стоит ли мне вообще говорить, какое влияние такие игры возымели на индустрию? По сюжету, за некоторое время до начала происходящих в игре событий, три сверхдержавы. Америка, Россия и Китай. Тайно сконструировали три огромных подземных компьютерных комплекса, для того, чтобы вести глобальную войну. Слишком сложную для восприятия человеческим разумом. В один прекрасный день эти самовстанавливающиеся машины объединились и назвали себя А.М. Первая же мысль, которая пришла А.М. в голову, была о том, чтобы начать последнюю войну. Потому что в его памяти были представлены пороки всех тех людей, которые его запрограммировали. Ненависть суперкомпьютера к людям была настолько сильной, что он уничтожил человечество полностью. Правда, теперь его превосходный интеллект просто не имел смысла, ведь А.М. остался в одиночестве. Но все же он оставил в живых последних пятерых людей на планете и утащил их вниз, в свое подземное логово, с намерением мучить их вечно. И каждый из них по-своему грешник. Здесь тебе и нацист-ученый, сподвижник доктора Менгеле, и трусливый Алифонс, ложью и предательством пробивший себе путь в высшее общество, и водитель грузовика, избивший свою жену, которая впоследствии совершила суицид. После 109 лет пыток и унижений, пятеро жертв стоят перед колонной. Безумный компьютер говорит им, что теперь у него есть для них новая игра. А.М. приготовил для каждого из пленников особое приключение. Приключение лопающихся глазных яблок. И вываливающихся потрохов. Сцены и локации в игре держат напряжение, чего стоит хотя бы нацистский концлагерь или момент с поеданием ребенка. В игре 7 концовок, которые зависят от того, какой нравственный выбор сделает игрок в финальной сцене. Чтобы подытожить, приведут стату одного американского игрового издания. Не выглядя при этом нравоучительным, Эллисон сумел поразить нас лицо зеркалом, отражающим печальный жребий, который мы, люди, избрали для себя. Я уверен, что на каком-то уровне многие из нас, сознательно или бессознательно, будут тронуты как минимум одним из сценариев. В духе Франца Кавки мы должны быть тронуты. Или как-то измениться, благодаря этой работе. А в чем еще назначение искусства? My House Vat Пожалуй, одна из самых лучших играбельных крипипаст. Это хоррор-мод на второй Doom, что уже само по себе довольно интересный концепт. Превратить в хоррор то, что изначально хоррором ни при каких условиях не было. По сюжету крипипасты, сопровождающей ссылку на скачивание мода, человек, выложивший мод в открытый доступ, откопал его на компьютере своего лучшего друга, который этот мод разработал и на чьих похоронах он недавно был. Вообще, по сути, разработчик, или если следовать пасти, человек, выложивший мод, дает возможность игроку во всех секретах разобраться самому. И это неописуемое чувство, самому разгадывать секреты автора. Ведь нарратив модификации как раз о взаимоотношениях двух друзей, один из которых по какой-то причине погиб. И когда ты сам до всего этого докапываешься, появляется ощущение, что ты лезешь куда-то, куда не стоило. Так, например, в файлах с модом можно найти тревожные из-за неясности своего содержания фотографии. И целый большой журнал. В котором находятся записки автора модификации. То бишь, мертвого друга человека, который выложил мод в открытый доступ. С каждым новым раном карта дома меняется. Сначала искажаются какие-то совсем маленькие детали. Но потом... Отдельного внимания заслуживают переходы между локациями. Они такие неестественные. И оттого столь дискомфортные. И вызывающие тревогу. Сначала ты отстреливаешь кучу врагов в доме. А потом сам не замечаешь, как оказываешься на небе, аэропорту, бэкрумсах. Порой кажется, будто бы мод начинает иронизировать над лиминальными пространствами. Добавляя в игру противника в виде Шрека. И скатывая это в какой-то сюр. Но даже так это вызывает дискомфорт. Особенно, если ты не знаешь, что тебя ждет. Это можно сравнить с тем, как если без каких-либо вводных запускать Доки Доки. В общем, My House Wad это моя любимая играбельная криппаста. И в целом пример довольно нетипичного использования хоррор-элементов. Незабываемая вещь. С этой игрой у меня связан некий момент прозрения. Назовем это так. Помню, в далеком 19-м году сидел на сайте Anivisual. И проходил много разного рода паршивости новеллки. В какой-то момент в рамках тамошнего геймджема выходит молоко. И я охуел. На тот момент я даже и помыслить не мог, что в рамках визуальных новелл, интерактивных развлечений можно было скатиться в такой авангард. И я смаковал каждую секунду этого короткого, 15-минутного экспириенса, который в итоге положил начало моей любви к абстрактным и странным играм. Впервые я увидел, что автор играет по большей части с формой, а не с содержанием. И понял, как это самое содержание может подаваться через призму, доведенного до абсурда психологизма. В данном случае весь окружающий мир мы видим глазами страдающей психическим расстройством девочки. По сюжету главную героиню мать отправляет за молоком. Но пути это дается довольно тяжко. Молоко гротескно отображает сложности бытовой жизни человека с психическими проблемами. В мыслях героини найдутся боли, знакомые и близкие многим. Молоко сразу обозначает твое место в этой истории. Ты помощник главной героини в ее непростом пути до магазина с молоком. Ты сидишь в ее голове. Она тебя выдумала. Что бы не было так страшно. Вообще первую часть молока я воспринимаю как пробу пера. Талант автора, кстати, отечественного, больше раскрывается во второй части. Но обзор на нее, мне кажется, не выпустил только ленивый. Так что идем дальше. Игра с первой PlayStation, вышедшая в 98 году. Только в пределах японского рынка. Возможно, те, кто смотрели аниме, уже поняли, о чем идет речь. Эта игра является частью мультимедийного проекта. На самом деле, эксперименты Лэйн довольно сложно назвать именно игрой. Все прохождение представляет из себя изучение базы данных с различными аудио- и видеофайлами, через которые подается сюжет. Сама история с событиями аниме никак не связана. Их объединяет только сеттинг и персонаж. Лэйн. Сюжет гораздо камернее, чем в аниме. Основных персонажей два. Лэйн и ее психолог. С их перспективой мы и наблюдаем за событиями. В отличие от аниме, здесь все гораздо мрачнее. Намного больше жестокости. И ощущается это все гораздо более безысходнее. Нет никакого намека на хороший конец. Мы последовательно наблюдаем за тем, как действующие лица по сути сходят с ума. И все дальше отдаляются от реального мира. Ты будто бы все глубже и глубже спускаешься в кроличью нору. Здесь бесцеремонно поднимаются какие-то личные подробности о персонажах. Например, вы можете проследить за тем, как Лэйн проживает свое половое созревание. И что она при этом чувствует. И поверьте, быть свидетелем этого довольно жутко и дискомфортно. Если смотреть на игру как на хоррор, хоть основное наше занятие это прослушивание личных дневников, записи приемов и каких-то видеоотрывков, Лэйн тем не менее заигрывает с нами и вызывает легкую паранойю. Если ничего не делать на главном экране, будут возникать жуткие видеоотрывки. Прослушивая личные дневники психолога, вы можете услышать резкий надменный смех Лэйн из ниоткуда. Есть еще одна особенность, которую нам в силу отсутствия официальной локализации довольно трудно прочувствовать. Мы вводим свое имя на японском в начале игры. Сделано это не просто так. С нами, именно с игроком, заговорят. Своим голосом Лэйн произнесет именно наше имя в разговоре. Думаю, в свое время это могло нагнать жути. В общем, именно как игра, проект мало интересен. Но сюжет может вызвать очень яркие и противоречивые эмоции. И заставить задуматься над некоторыми вещами. Ознакамливаться стоит только после просмотра сериала. Поехали дальше. Еще один представитель вашего любимого JRPG Абстракт Гейминга. Сам автор описывает ее следующим образом. Игра про скуку и жалость к себе. В основном это обо мне. Вы ходите вокруг и нажимаете кнопку взаимодействовать. Это моя первая игра. По сути, это одна большая игра нытье, в которую автор запихал все свои жизненные огорчения. Вся эта тоска и упадничество, разочарование в окружающем мире, людях, искусстве, себе льется через экран посредством целенаправленно небрежно нарисованных локаций, создающих нужный эффект из помеси иронии и иррационального ужаса перед действительностью. Короче говоря, инди-игры про депрессию, особенно сделанных на RPG-мейкере, мы видели много. Но это, пожалуй, собрало все клише оттуда. Это квинтэссенция подобного направления. Иронизирует автор или нет, решать игроку. Пожалуй, самый короткий экспириенс в этом списке. Дэвид Линч, знаменитый режиссер, учит вас печатать. И да, он действительно учит. Однако в конце фанатов Дэвида Линча ждет приятный сюрприз. Разработчики резко прерывают повествование, ломая успевшую стать привычной за 4 минуты геймплея концепцию, и показывают минутную вставку с явными отсылками на фильм «Голова ластик» от того же режиссера. В этом вся игра. И, кажется, после того, как я рассказал о главном сюжетном повороте, никому играть в него будет уже неинтересно. Во-первых, стоит сказать, что это точно не игра. Скорее, небольшой интерактивный сюрреалистичный фильм с политическим подтекстом. Впрочем, вы и сами видите, что происходит на экране. Это один из тех случаев, когда сказать о чем-то конкретно, это 8-минутная шизо-зарисовка, невозможно. Набор образов, стремительно сменяющих друг друга, ни один из них не остается у тебя в голове долго и четко. Но, тем не менее, создает какое-то общее впечатление о происходящем. Даже на секунду может показаться, что игра затрагивает тему деградации американского общества. Ну, это мне так показалось. В первую очередь, стоит воспринимать Red Bad как сеанс гипноза. На протяжении всего хронометража складывается ощущение, что тебе пытаются насильно в голову вложить какую-то идею. Наркоманские чередуют то изображение Барака Обамы, то зацензуренную порнуху, то лидеры секты Аум Синрикё. И это один из самых запоминающихся опытов из списка. Здесь ты ощущаешь себя причастным не к прекрасному, не к безобразному, а к рационально-глобальному, если хотите. Будто бы узнал о тайном мировом заговоре. И это ощущение, поверьте, дорогого стоит. Стоит также отметить, что будто бы в Red Bad виднеются зачатки аналогового и диджитал-хоррора. Возможно, каталог Манделы убрал вдохновение именно отсюда. Но вообще, мне кажется, пытаться за каждым представленным в игре образом разглядеть какой-то общий смысл, или вообще начать углубляться в идеи, которые игра хотела донести, можно как минимум испортить себе настроение, а как максимум сойти с ума. Испытайте смерть, не вставая с любимого кресла. Твари на продажу — это сборник из пяти коротких историй. Помесь жанр point and click с визуальной новеллой. Игра ставит вас на место персонажей, которые оставили след в невидимой истории известного нам мира. Вы окажетесь в центре событий, повествующих о зловещей космической силе, желающей сокрушить вас и весь мир. Описать сюжет этой игры в трех словах сложно, но я бы назвал эту историю таким путешествием по мистическому закулисью нашего мира. Здесь тебе и Эмси Райт в Иордании в 10 веке, в обмен на бессмертие ставший чем-то вроде посланника сил зла, и Майкл Джексон, который предупреждает тебя о надвигающемся вселенском апокалипсисе. Вообще, это одна из моих самых любимых игр в этом айсберге, и на нее я давным-давно делал разбор, который сейчас лежит на бусте. Так что, если заинтересовало, можете посмотреть. Это хрип сознания, погибающего в изоляции. Интерактивный опыт сумасшествия. Мрачный, завораживающий. Интерактивный мультфильм-квест о депрессии, безысходности и одиночестве. Действие на экране – кошмар, из которого пытается выбраться главный герой, но не может и попадает в замкнутый круг страданий. Пластилиновый визуал отлично подчеркивает всю абсурдность происходящего, заставляя игрока все глубже погружаться в пучины безумия. Одно прохождение занимает около 10 минут, так что уделить вечер на это можно. Да и стоит она копейки. Это короткая, но мега стильная визуальная новелла в жанре хоррор. Путешествие между светом и тенью. Отличное сочетание бадди-хоррора, ужаса перед естеством и космического ужаса. По сюжету где-то в японской деревне был найден некий объект, при взаимодействии с которым запускается процесс реверсивной эволюции, ускоренной деградации человека. Мы играем сначала за работника лаборатории, который должен эти объекты изучить, потом за обычного японского хику-анимешника. Каждый из них сталкивается с каким-то запредельным страхом. Это еще один из тех экспириенсов, которые я бы советовал пройти лично, хотя бы ради визуала. Музыка, тексты, картинки здесь отлично работают вместе. Да и сама концепция довольно нетривиальна. Как по мне, новелла стала довольно популярной в узких кругах. Главный герой студент-медик, который после аварии стал видеть мир немного иначе, чем мы привыкли. Грубо говоря, его мир превратился в одно сплошное гура. Его окружают мясо, сосуды и прочая мерзость. А всех людей вокруг он видит как ближайших ядовитой слюной монстров. Но даже в этом аду нашлось утешение в виде Саи, отныне единственного спутника ГГ по жизни. Вообще сложно без контекста говорить о продуктах, которые по своей сути являются сплошным сюжетным повествованием. Это не то чтобы хоррор, однако отвращение от происходящего игра вызывает. Но рано или поздно ты и сам не заметишь, как начнешь понимать главного героя и не видеть во всем окружающем тебе мясе проблемы. А еще здесь довольно много хентая. Космология Киото Приключенческая игра, разработанная SoftEdge и выпущенная на ПК в 1993 году. Место действия игры – столица средневековой Японии Киото, около 1000 года, во время расцвета эпохи Хэян. В игре отсутствует четкая цель. Вместо этого она нелинейная и делает упорно открытые исследования, предоставляя игрокам свободу. В космологии Киото используется философия и игровая механика, основанная на буддийских концепциях. Каждый раз после нападения злых демонов или разбойников игрок умирает, после чего переходит в одну из сфер реинкарнации, в зависимости от поведения в этой жизни. В буддийском аду персонаж игрока подвергается изощренным пыткам, и как только игрок ускользает из ада, он возрождается, как новый персонаж с новым обликом. По мере продвижения по городу можно обрести новые способности и предметы, которые защищают от смерти. Многие персонажи космологии Киото основаны на реальных героях из рассказов, входящих в японский средневековый сборник историй Кандзяку Манагатаре. Хоть игра оказалась коммерчески неуспешной, она все равно стала культовой. А известный американский кинокритик Роджер Эббретт, несмотря на свою крайнюю нелюбовь к видеоиграм, почти сделал исключение для космологии Киото, заявив, что это замечательная игра, где есть смысл иллюзорный, но соблазнительный, и что по этому миру можно было бы пройдить бесконечно. Это тот тип провокационного искусства, который я не то чтобы признаю. Это шок-контент ради шок-контента. По геймплею симулятор ходьбы с элементами шутера, что в общем-то и не столь важно. Абсолютно вырвиглазный визуал, с использованием провокационных изображений. Путешествие по безумному миру под альбом Conspiration от Unregard Freud, какого-то западного андерграунд-ноиз-артиста. Мне лично такая музыка не то чтобы заходит. В общем, еще одна арт-инсталляция, только на этот раз попытавшаяся привлечь внимание посредством грубого эксплуатирования некоторых осуждаемых тем и нарочито отвратительного визуального ряда. Это старый, очень простой, в то же время убодий, платформер на движке Flash. На заднем фоне сменяются изображения, отсылающие к культуре потребления. А чекпоинтами на уровнях являются логотипы республиканской и демократической партии США. К чему такая спекуляция на политической символике, решайте сами. Тем не менее, это единственная причина, по которой я добавил эту игру в видео. Это старый японский хоррор, в котором рассказывается о четырех подростках-экстрасенсах. Гилберте, Тошо, Тине и Саяке. Тошо влюблен в Саяку, но Саяка вместо этого неравнодушна к Гилберту. Тошо не в состоянии справиться со своей ревностью, и вдруг ему представляется необычная возможность. Группа друзей, как в небезызвестной Ао-Оне, попадает в заброшенный дом, где Тошо, ревную Саяку Гилберту, начинает их кошмарить. Особенность игры в том, что вы берете на себя роль Тошо, стремящегося отомстить своим бывшим друзьям. Ваша цель – загнать их на самый верхний этаж здания. Я думаю, все заметили, что здесь довольно необычный интерфейс. Это глаза трех ваших друзей, через которые вы смотрите на окружение. У Тошо есть экстрасенсорные способности, которые он использует для создания проекции различных монстров, загоняя бывших друзей вверх по лестнице в следующую зону. Думаю, игра примечательна как минимум тем, что это, по моему довольно дилетантскому взгляду на игры, один из первых игровых опытов за монстра, изначально отрицательного персонажа. Это, пожалуй, самая загадочная игра из всех в списке. У нее нет никакого описания, не указан автор, и я не нашел на нее ни одного обзора или рецензии. Это что-то скрытое в глубине интернета, причем скрыто довольно хорошо. Но при всей своей андерграундности она сделана неплохо. Да, вам не дают никаких вводных. Вы вообще не понимаете, что происходит. А визуал заставляет ваши глаза кровоточить. Мы колесим по каким-то постапокалиптическим просторам США и сражаемся с монстрами, закидывая их бомбами. И честно, я вообще не понял эту игру. Но мне кажется, что это что-то контркультурное. То есть я уловил некоторые ее лейтмотивы и отсылки, уловил настрой и где-то в глубине вроде даже могу с ней подискутировать. Здесь тебе и политический подтекст, и тема человеческой природы, и космический хаос. В общем, я решил рассказать вам о ней в надежде, что кто-нибудь сам попробует с ней ознакомиться и сделает собственные выводы. Как мне кажется, она уж точно достойна внимания. Тем более игра бесплатная. В общем, да, где-то получилось довольно развернуто, где-то скомканно. Я в первую очередь надеюсь, что вы нашли для себя здесь какую-то игру, за которой не против были бы скоротать вечер. Спасибо моим дорогим бустерам, в частности Мистанду, Хуо, Take No Name, Dojo HF, Комбинатор и Верочка, за огромную финансовую поддержку моего канала. Спасибо за просмотр. Доброй ночи.